Трехсотлетие Полевского это не только повод подарить жителям развлекательную программу, но и сделать город красивым, благоустроить его. В рамках подготовки к этой юбилейной дате в этом направлении была проделана большая работа по развитию инфраструктуры и социальной сферы. В настоящее время идет ремонт манежа школы номер 4. Было выделено более 16 миллионов. В ближайшее время начнется ремонт детской школы искусств. Стоимость контракта почти 9,5 миллионов рублей. 70 миллионов выделено на строительство многоквартирного дома, куда переселят граждан из непригодного для проживания жилья. В декабре этого года проект должен быть реализован. Будет также выполнен ремонт здания Центра культуры и народного творчества на сумму порядка 15 миллионов. Итого 111 миллионов 145 тысяч рублей. Это местный бюджет и бюджет Свердловской области. Кроме этого в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Будут отремонтированы тротуары площадью 2460 квадратных метров. Сроки исполнения до конца августа. Установка пешеходных ограждений на сумму 8 миллионов 21 тысяч в объеме 3000 погонных метров. Удалось дополнительно после ряда совещаний договориться с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства о выделении муниципалитету 50 миллионов. Сейчас идет процедура подготовки проектной документации. И очень надеюсь, что в этом году эти средства будут реализованы в полном объеме. Отдельно хочется отметить, что удалось наконец-то получить финансирование на строительство футбольного поля с беговыми дорожками. Стоимость проекта почти 80 миллионов рублей. 300-летний юбилей постарались использовать как повод и для ремонта автомобильных дорог. В этом году отремонтируют 12 объектов на общую сумму чуть более 100 миллионов. Активную помощь оказывают у руководителей местных предприятий. В первую очередь речь о Северском трубном заводе. Занимаются благоустройством объекта на улице листопрокатчиков, включая перекресток и светофор. Мы делаем с вами очень правильное дело. Говорили о том, что этот год для нас начало для того, чтобы все-таки в нашем городе никто за нас ничего не сделает. Значит, каждый по возможности должен взять на себя какой-то груз. Можем помочь финансово, помогли финансово. Но, в общем-то, дело не в деньгах. Дело в том, что надо лучше возглавить и организовать решение какого-то одного вопроса на территории нашего города. И если каждый это сделает, то, естественно, я думаю, что будет очень заметно и приятно. Но за дел делаем хороший. В настоящее время ведется активная работа по созданию аллеи в Зеленом Бару на въезде в город. Этот проект включает в себя освещение, клумбы, деревья, скамейки. Не осталось без помощи и южная часть города. Выделено 3 миллиона рублей на ремонт крыльца городского краеведческого музея. А также обустройство прилегающей территории на сумму 3 миллиона. Руководство градообразующего предприятия взяло на себя также ответственность за благоустройство городского парка северной части Полевского и работы по реконструкции арки. Отдельно управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев отметил, что к 300-летию будет выпущена уникальная историческая книга. И будет презентован фильм о Полевском. Первый город на Чусовой. Это станет достоянием нашего города. Всего трубники выделили почти 140 миллионов рублей. Это наша гражданская позиция. Это позиция наших акционеров, что здесь предприятие градообразующее. И несмотря на сложные экономические моменты, которые сегодня мы испытываем, акционеры решили, что день города, надо сделать достойные подарки. И мы их делаем. Естественно, надеюсь, что этот пример будет поддержан. Мне бы очень хотелось, как руководителю нашего бизнес-сообщества, попечительского совета, чтобы все наши предприниматели для начала хотя бы благоустроили прилегающие к своему предприятию территории. В конце заседания глава города Константин Поспелов выразил большую благодарность всем тем, кто оказывает помощь в подготовке к 300-летнему юбилею. Посмотрите, сколько вас здесь сидит. А сколько еще здесь вас не сидит, да, других, которые помогают. И это не моногород. Это уже полноценный, настоящий город, в котором сотрудничают, значит, власти бизнеса. Мы готовы. Мы открыты. У нас есть предложения. У нас есть идеи. Значит, у вас есть идеи. Добро пожаловать. Я очень бы хотел, чтобы у нас, наши с вами отношения власти и бизнеса строились не по принципу чиновник и руководитель, а как два партнера разговаривают друг с другом. Все проекты, которые удалось реализовать и которые будут реализованы в ближайшее время, перечислить невозможно. Благодаря совместным усилиям руководителей городских предприятий и чиновников город заметно преображается. И, конечно, на достигнутом останавливаться никто не собирается. Перспектив много. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.